Мы рассматриваем серию видеороликов «Совершенствование проектирования железобетонных конструкций. Выявление, устранение, предупреждение ошибок», представляющих собой видеоотчет об объединенном заседании Советов по железобетонным конструкциям и по программным средствам строительства. Это четвертый ролик серии, представляющий вторую часть моего сообщения на заседании Советов. Перейдем ко второй части моего сообщения. Здесь я буду рассказывать о программе ОМСИП «Железобетон» и о возможности использования этой программы в качестве инструмента повышения надежности проектированных железобетонных конструкций. Программу ОМСИП «Железобетон» мы разрабатываем достаточно давно, уже более 20 лет. Рабочие места программы установлены во многих проектах научно-исследовательских, экспертных и учебных организациях. Программу используют для расчета разнообразных конструкций, в том числе весьма сложных. В качестве примера я могу привести расчет парящего моста, постоянного в Москве в Заряде. Этот расчет был выполнен в организации «Центр-Дор-Мост». Существуют документы, рекомендующие программу для широкого использования при проектировании. В настоящее время программа рассчитывает железобетонные конструкции по шести нормативным документам, которые представлены здесь на слайде. Основными из этих документов являются, конечно, СП-63, бетонные и железобетонные конструкции, и СП-35, мосты и трубы. При этом необходимо отметить, что программа выполняет все без исключения расчеты, предусмотренные этими документами. Для примера, здесь справа на слайде показано окно выбора вида расчета по СП-63. И здесь можно убедиться, что действительно здесь фигурируют все виды расчета, предусмотренные по СП-63. При разработке программы мы уделяли большое внимание обоснованию правильности получаемых результатов. Для этого, прежде всего, мы сравнили результаты, получаемые по программам, с результатами ручного счета по всем доступным нам источникам. Результаты этих сравнений опубликованы в двух статьях еще в 2000 году. Одна статья посвящена расчету нормальных сечений, другая расчету наклонных сечений. Источники, которыми мы пользовались, были следующие. Это пособия по проектированию бетонных и железобетонных конструкций СНИП-20301-84. Рассматривались конструкции как без предварительного напряжения арматуры, так и предварительно напряженные. А также справочное пособие проектирования бетонных и железобетонных конструкций, изданное в КИВИ под редакцией Гулышева. Эти источники содержат множество примеров. Все эти примеры были просчитаны по программе и результаты сравнивались между собой. Программа поставляется с базой данных, содержащей условия и результаты всех расчетов. В подавляющем большинстве случаев расчеты по программе хорошо совпадали с результатами ручного счета. Однако в некоторых случаях были обнаружены существенные отличия. Поскольку в программе все ошибки, выявленные в процессе сравнения, были исправлены, то все оставшиеся неточности ошибки следует уже отнести к ручному счету. И здесь необходимо ответить следующее. Это были ошибки вычислений, ошибки в формулах, неправильное использование коэффициентов условий работы, использование неправильных характеристик материалов и некоторой неточности принципиального характера. Здесь я хотел бы остановиться на следующей неточности. При расчете на косоебно-центренное сжатие элементов методом предельных усилий, необходимо определить положение сжатой зоны бетона таким образом, чтобы на одной прямой находились три точки. Точка приложения внешнего продольного усилия и две точки приложения равнодействующих усилий в сжатом бетоне и в арматуре. Точность расчета можно оценить по расстоянию от одной из точек до прямой, проходящей через две другие точки. Так вот, эта точность расчета при расчете по программе оказалась примерно в 10 раз выше, чем при зачином счете. Ну это в общем-то понятно, потому что компьютер считает точнее. Таким образом, мы можем констатировать следующее. Из-за сложности расчета и многочисленности условий, даже весьма квалифицированным специалистам, какими безусловно являются авторы пособий и справочников, не всегда удается в полном объеме учесть все требования норм. Программа же лишена этого недостатка, поскольку в нее изначально заложены все необходимые условия и правила. И первый путь повышения надежности проектируемых железобетонных конструкций – это использование программы непосредственно для расчетов при проектировании. Второй путь повышения надежности проектируемых железобетонных конструкций – это использование программы ОМСНИК «Железобетон» в различных документах. Я сейчас приведу несколько документов в порядке их издания. В 2005 и 2006 годах НИИТЭП издал рекомендации по проектированию зданий с учетом их устойчивости против прогрессирующего обрушения, и в этих рекомендациях даны ссылки на расчеты по программе ОМ СНИП «Гелезобетон». В 2011 году был издан свод правил СП-35 «Мосты и трубы», который является актуализированной редакцией СНИП-2050384 со слезочкой «Мосты и трубы». При подготовке СНИП к актуализации программу ОМ СНИП «Железобетон» использовали для проверки многих положений расчета железобетонной конструкции по этому документу. Были выявлены определенные недостатки, они были исправлены, и мы вошли в авторский коллектив, готовивший здание этого свода правил. Остановлюсь подробно на пособии по расчету бетонных и железобетонных конструкций на ЭВМ КСП-63, изданном в 2013 году. Пособие было подготовлено нашей организацией совместно с НИИЖБОМ. В пособии приведены 430 примеров, выполненных по программе ОМ СНИП «Железобетон» и демонстрирующих все особенности расчета сечений и элементов железобетонных конструкций по ЭВМ КСП-63. Программа поставляется с базой данных, включающих условия и результаты выполнения всех примеров. Пособие оживленно обсуждалось в интернете. Более 92 тысяч просмотров на форуме ДВГ.РУ. В журнале «Бетон и железобетон» опубликована статья представителей СКАД-групп Перельмутера и Чернова. Хочется выразить им глубокую благодарность за большую трудоемкую работу, которую они проделали, анализируя примеры пособия. В статье они выразили свое мнение по поводу примеров. В ответной статье я выразил свое мнение по поводу их мнения. Дискуссия, с моей точки зрения, оказалась плодотворной. В результате многочисленных проверок в примерах пособия были обнаружены одна ошибка и одна описка. Эти недочеты были сразу же исправлены, и в интернете размещено второе издание способия с предложением информировать авторов о замеченных недостатках, ошибках и неточностях. В течение трех прошедших лет мы получали писем с вопросами, но никаких исправлений больше вносить не пришлось. Указанные обстоятельства позволяют использовать примеры пособия для тестирования результатов других расчетов. При тестировании в программный комплекс вводят условия примеров пособия и сравнивают результаты расчетов в программном комплексе и в пособии. В случае необходимости авторы программных комплексов корректируют свою программу. Если же обнаруживается ошибка в пособии, то она исправляется в интернет-издании, а также и в программе ОМСНИП «Железобетон». Таким образом, интернет-издание пособия превращается в набор эталонных примеров. Результаты расчетов одних и тех же примеров пособий и во всех программных комплексах должны совпадать. Выше были отмечены недостатки расчетов железобетонной конструкции по существующим программным комплексам. Для устранения недостатков и повышения надежности проектируемых конструкций была разработана связь программы ОМСНИП «Железобетон» с различными программными комплексами. Сейчас таких программных комплексов 9, они перечислены здесь на слайде. Среди них довольно известные программные комплексы SCAD, MIROSAPR, Robot Structural Analysis и другие. Это третий путь повышения надежности проектируемых конструкций. После определения усилий в программных комплексах, все необходимые данные автоматически передают в программу ОМСНИП «Железобетон», где проводят расчет армирования, подбор или проверку. При этом учитывают необходимые особенности проектирования, прогрессирующие обрушения, вариации моделей, эффекты изготовления, этапы возведения. Публикаций на эту тему довольно много. Здесь приведены три публикации в интернете и статья в журнале «Транспортное строительство». Таким образом, использование программы ОМСНИП «Железобетон» позволяет устранить недочеты расчетов железобетонных конструкций в различных программных комплексах и повысить надежность проектируемых конструкций. Однако остается еще одна проблема. В изменении номер 2 к своду правил СП-63 содержатся следующие указания. Для конструктивных систем, имеющих повышенный уровень ответственности, расчет необходимо выполнять не менее чем по двум различным компьютерным программам, независимыми организациями. Это указание является правильным, но его достаточно трудно осуществить. Для сложных зданий и сооружений нужно рассматривать десятки, а может быть и сотни тысяч сечений и элементов. И в каждой группе сечений и элементов необходимо учитывать различные усилия и различные армирования. И как бы всей этой массой информации выбрать ту, которую необходимо заложить в проект, остается неясным. Для того, чтобы решить эту задачу, мы предусмотрели в программе ОМ-СНИП «Железобетон» специальный блок. При этом расчеты выполнять в следующем порядке. Есть некоторые конструкции. Для этой конструкции создают расчетные модели в различных программных комплексах. Проводят расчет в каждом из программных комплексов и определяют усилия. Затем все необходимые данные передают в программу ОМ-СНИП «Железобетон», где проводят определение армирования для каждого программного комплекса в каждой группе сечений и элементов. А затем из всех полученных результатов для каждой группы сечений и элементов выбирают максимальное армирование. Таким образом, обеспечивают максимально возможную надежность. На этом слайде представлены две публикации, освещающие сформулированную проблему. В журнале «Строительная механика и расчет сооружений» и в интернете. Таким образом, мы рассмотрели пути повышения надежности конструкции при расчетах и показали, что надежность конструкции можно увеличивать за счет четырех факторов. Во-первых, за счет полного соответствия расчетов нормам проектирования. Во-вторых, за счет использования различных документов, подготовленных с использованием программы, в частности пособия по расчету железобетонной конструкции на ОМ-СНИП «Железобетон» 4. За счет связи одновременно с несколькими программными комплексами.